Здравствуйте! С вами канал Вкусный Огород Барнаул. Как уже раньше упоминалось, подача воды в нашем садоводстве организована следующим образом. Имеется водопровод питьевой воды, артезианский, и отдельно сделан водопровод для полива водой из озера, а точнее из пруда. Зачем такие сложности? Дело в том, что опытные огородники знают, что вода озерная намного лучше по качеству воды артезианской. Какая бы она чистая и хорошая ни была, но вода озерная сама по себе является удобрением. Поэтому, конечно, полив этой водой всегда приносит больше пользы. Для полива на участке разложены шланги. Этот полив дают у нас три раза в неделю. Этого бывает вполне достаточно. И вот грядки окружены буртиками, как уже неоднократно показывал. И укладываю шланг в грядку и просто ее наполняю. Вот капуста уже поливается. Рядышком идет полив кукурузы. Вот практически уже образовалось вот такое озерцо. После того, как грядка наполнится полностью, можно считать, что полив действительно сделан обильный и качественный. Влага проникает довольно глубоко и растения растут потом очень хорошо. Кроме того, повторюсь, это не простая вода, а озерная, которая очень хорошего качества. И растения после полива таким образом растут, как правило, очень хорошо. Поскольку время полива известно заранее, заблаговременно шланги раскладываю по участку. И поэтому сам полив никаких сложностей не представляет. Просто открываю краны в нужном месте и перекладываю шланги с грядки на грядку. Особенно такой полив полезен для капусты. Она очень любит обильные поливы. Для кукурузы. Можно так полить, конечно, и кабачки. Они только спасибо скажут. Хорош такой полив для огурцов. И, конечно, такой полив очень важен для клубники. Клубника вообще очень любит поливы. А особенно вот такой обильный полив наполнением грядок, он, конечно, приносит большую пользу. Напор воды, которая подается из озера, намного выше, чем из артезианской скважины. И поэтому полив идет очень быстро. И если остается свободное время после полива основных культур, поливаю и подсолнухи, вот как сейчас. Просто бросил туда шланг, и они отлично поливаются. Поливаю в газончик. Трава после такого полива растет очень хорошо. Потом ее выкашу, и здесь со временем будет нормальный газон. Вот таким образом организован полив, основной полив на моем огородике. Конечно, можно использовать и артезианскую воду. Для этого имеются специальные емкости. Вот примерно такие. Их на участке три штуки. Их наполняю артезианской водой. Она потом отстаивается дня два-три, нагревается, поскольку поступает она очень холодная. И ей тоже можно поливать. Это неплохая вода. Но, конечно, очередной раз повторю, что вода из озера гораздо лучше. И очень хорошо заметно, как растения на нее реагируют активным ростом. И, конечно, урожай получается неплохой. Поскольку полив провожу довольно обильный, делаю его примерно один-два раза в неделю. Если очень жарко, два раза. Но если погода средняя или дождики, то один раз. Ну и в конце пожелаю всем огородникам уделять должное внимание такому ответственному агротехническому мероприятию, как полив. Поскольку без полива, конечно, всем растениям очень тяжело расти. Существуют, конечно, и другие способы полива. И капельные, и по поверхности, и так далее. Но мне такой полив удобнее в связи с такой организацией водопровода в нашем садоводстве. И эффект от такого полива, повторюсь, очень хороший. Субтитры делал DimaTorzok Ну, если иногда немного воды попадает на дорожки, страшного в этом ничего нет. Она очень быстро подсыхает, и никаких проблем. Если полив не делался довольно долго, и погода очень сухая, ну, например, целую неделю не было дождей, жарко, ветрено, то иногда поливаю следующим образом. Наполняю грядку, как обычно. Вот, например, капустная грядка. Потом перекладываю шлам куда-нибудь в другое место. И после того, как вода впитает полностью, пройдет некоторое время, минут 10-15, еще разочек наполняю грядку полностью. В этом случае она наполняется уже побыстрее. И вот после этого только полив этой грядки заканчивают. Вот после такого полива можно быть уверенным на 100%, что влага проникла очень глубоко, и все корешки до нее благополучно доберутся, и водичка пойдет на пользу растениям. Всем всего самого доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»